Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте! В эфире Минское городское управление МЧС. Студия Анастасия Гарбов. С начала года в Минске на пожары и загорания спасатели выезжали уже более 90 раз. За это время на пожаре погиб один человек. А из опасных зон работники МЧС спасли и эвакуировали 171 человека. А теперь о наиболее значимых происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. В доме на улице Центральной из-за курения дочери хозяина загорелся балкон. Сообщение о пожаре поступило на 101 ближе к часу ночи. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание. Огонь повредил деревянную отделку балкона, оконную раму и подвесной потолок на кухне. Пусть это ЧП послужит очередным уроком всем курильщикам, которые недооценивают угрозу жизни от сигареты. В минувшие выходные под утро спасатели наведались в один из ночных клубов столицы на улице Притыцкого. Причиной тому могло стать короткое замыкание электропроводки. Из-за этого предположительно загорелся потолок. К тому моменту в заведении находилось около 150 посетителей и почти два десятка работников. Все вовремя покинули помещение и не пострадали. Минск чрезвычайный. Также в минувшие выходные спасателям пришлось тушить пожар в бане частного дома по улице Йотковская. Горели деревянные элементы внутренней отделки и кровли бани. К таким последствиям, вероятнее всего, привело нарушение норм и требований и изношенный ресурс печи. К счастью, пожар был оперативно ликвидирован и никто не пострадал. А вот 48-летнего жителя столицы бойцы МЧС обнаружили в горящей квартире одной из многоэтажек на проспекте Рокоссовского без сознания, когда тот еще был жив. Но прибывшим вскоре медикам оставалось констатировать смерть мужчины. Известно, что погибший нигде не работал. В приоритете версии причин ЧП неосторожное обращение с огнем при курении и нарушение правил пользования электроприборами. Известно, что квартира была отключена от электроснабжения за неуплату, но хозяин самостоятельно произвел подключение. Чтобы не допускать подобных трагедий, МЧС напоминает – соблюдайте правила пожарной безопасности, не рискуйте собой и своим имуществом. Минск чрезвычайный. И это все происшествия, а Минско-городское управление МЧС поздравляет всех спасателей нашей страны с наступающим профессиональным праздником – Днем Спасателя. Здоровья, мира и благополучия вашей семьи, ну и, конечно же, сухих рукавов. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.